Ментальная сонастройка начинается, и поэтому уже могут быть какие-то инсайды, уже какая-то информация сквозь меня может пойти, и будет досадно, если не запишется, не запомнится. Волноваться не нужно, это излишнее, это астральный план, он максимально у человека, он максимально заблокированный, имплантированный, именно через него интерференты воздействуют на физическое тело, принуждая нас болеть, страдать и так далее. Потому что эмоциональный план напрямую, прямейшим образом связан с нашим гормональным фоном. А гормональный фон, как я поняла, и у вас, и у вашей дочки подвержен таким влиянием, воздействием раним, скажем так. Не будучи врачом, попрошу обратить внимание не на гормоны щитовидной железы, а на гормоны надпочечников. Потому что мы посмотрим с тонкого плана, но сдать анализы и посмотреть, что это на физике, тоже не лишнее. Мы многомерные, и поэтому подход к решению любой проблемы, на мой взгляд, должен быть многомерным. Если на протяжении всей жизни наносился ущерб телу, то, в общем-то, одним сеансом с тонкого плана это не выправить. Нужно и на физике делать какие-то шаги, безусловно, для того, чтобы ему помочь. Потому что нельзя насытить себя, сходив на тонкий план. Поэтому очень сложно исцелить себя, только сходив на тонкий план. Нужно и это, и иное. Поддерживать организм в этой мирности мы должны теми способами, которым нас научили родители. Ну и вообще вся жизнь. Вот мне не совсем понятны эти определения, честно говоря. Очень много эзотерической, прямо скажу, ереси относительно таких понятий, как родственная душа и близнецовые пламена. Как бы это сказать, суть этих определений категорически далека от истины. Суть. Кто бы как ни формулировал, вот все, что я об этом слышала. Не бывает одна душа предназначена другой. Я уже поняла, я тоже дошла до этого. Это просто, это как бы, это настолько грубое, чудовищное поползновение на свободу воли души, потому что это не может быть одобрено конами Вселенной. Никак. Поэтому вся эта, все эти фантазии, это от интерферентов. Есть души сходные по сиянию, есть души сходные по, как бы, по Рождеству, то есть изначальному наполнению, когда их сотворяли, когда их пополняли те или иные громадные сознания. Как бы, по месту сотворения, и даже не по месту, а по истоку, по источнику сотворения. Души очень разные. Это и вибрационные, и по звучанию, и по сиянию. И это зависит от накопленного опыта души. Но изначально они могут быть похожи, есть отличительные признаки, так скажем. Человеческих слов не хватит описать, но бывает, бывает. Но это вовсе не значит, что они близнецовые пламена или родственные души. Они действительно в любой точке мироздания при встрече узнают друг друга, чувствуют друг друга. Но взаимодействовать, находясь в аватарах, могут не для того, чтобы, ну, чтобы там вот все это благостно проживать, а как раз-таки наоборот, для того, чтобы научить друг друга, для того, чтобы помочь друг другу пополнить копилку опыта. Поэтому вот такие души чаще встречаются для того, чтобы дать друг другу уроки, а не для того, чтобы там под пальмой совместно есть банан. Нет, не для этого. Что касается родственных душ, вот это то, что я вкладываю в понимание родственной души, это, как говорится, наиболее благоприятный вариант на это воплощение, наиболее благоприятный союз, который позволил бы обеим душам воплощенным гармонично взаимодействовать и помогать друг другу в расширении, в познании, то есть вдохновляющие друг друга, взаимно вдохновляющие души. Вот это я понимаю как родственная душа. Но там не идёт речь ни о каком родстве в понимании земном. Это другое. Это созвучные души. Ну как бы, знаете, вот духовное единство, единая цель. Единая цель вот на это воплощение. И мы, поддерживая друг друга, топаем вверх к вершине этой горы. Всё. Потом мы расстаёмся, благодарим друг друга и полетели дальше каждый за своим опытом. Вот это родственная душа. Конечно, хотелось бы в этой нервности обрести такого партнёра. Но это очень и очень сложно. Вы согласитесь со мной, если очень-очень честно заглянете в себя и увидите, чего вам не хватает. Какие свои недостачи, какую нехватку чего вы хотите заполнить присутствием такого мужчины. Я говорю конкретно вам. Так, как говорила бы себе. Жажда вот этого партнёрства здесь на земле очень часто обусловлена тем, что мы не ощущаем себя целостными. А мы не ощущаем себя целостными. По естественным причинам душа пола не имеет. Мы, входя в воплощение в мужской или женский аватар, избирая для себя либо ту половину, либо ту половину, блокируем множество, блокируем свой опыт, наработанный в иной ипостаси, блокируем самостоятельно причём. Мы это делали всегда ещё до того, как интерференты пришли. Мы это делали всегда, потому что нельзя наполнить полный сосуд. Душа есть полный сосуд. Для того, чтобы наполнить опытом, нужно изъять, немного отложить на хранение, войти в воплощение, накопить определённый спектр опыта, добавить в копилочку. И потом уже, о, всё, и душа расширяется в результате, расширяется её опыт, и идёт развитие, идёт эволюционное развитие души. Но в воплощение мы идём, ущемив себя в чём-то, безусловно, иначе никак. Вся душа целиком ни в какое тело, ни в какой аватар уместиться не может. И утрачивается вообще смысл вхождения в аватар. Мы громадно, многомерны, и зачем нам это всё? Однако же, тем не менее, мы постоянно это делаем. Мы не можем этого не делать, мы так созданы. Это заложено, изначально заложено в конструкцию нашей души. Вот тяга к развитию, тяга к первоисточнику, тяга к расширению, тяга к накоплению вот этого опыта. Ничего не поделать. Мы такими родились. Первоисточник таков, и мы таковы, каков наш отец. Всё. Вот и всё. Мы прояснили по поводу родственных душ. Ну, это как раз примерно я попыталась ответить на вопрос, чего мне не хватает, и чего я должна научиться, чтобы ко мне пришёл сделай мужчина без зависимости родственная душа. К вам придёт такой мужчина, вот ровно такой. Ровно такой, не больше и не меньше. Вселенная щедра, она даст вам именно то, что вам необходимо. Не то, что просите, а то, что вам необходимо. И поэтому, если вы в себе не принимаете какие-то части, даже самая родственная душа придёт вам это продемонстрировать. Из самых добрых побуждений. А вам будет больно. И вы скажете, ну что же это за родственная душа? Наше стремление обрести целостность. Вот что толкает нас на поиски партнёра здесь, в этой мерзности. Но к этому ум приплетает другое. Вот эти ментальные шаблоны чудесные, с детства накопленные, что, ой, как же так, женщина, значит, должна быть замужем. Да и вся мерзность выстроена таким образом, все взаимоотношения, что женщине одной, да ещё и с детьми категорически трудно. Ну вот просто очень трудно. А общество к этому равнодушно. Равнодушно. Любая инстанция, любой сосед, все равнодушны. Женщина остаётся один на один с громадной ответственностью материнства. Никакой материнский капитал от государства этого не покрывает. Деньгами вообще откупиться от материнства нельзя. Ни от чего откупиться нельзя. К великому сожалению, отсутствует в обществе понимание того, что все дети – это наши дети. Не её дети, его дети, а наши дети. Разделение. Разделение. Часто приходится слышать, вот своих детей люблю, а чужих не люблю. Чужих детей не бывает. Именно эти дети спустя некоторое время будут создавать ту атмосферу, в которой жить нашим детям. Это наше будущее, это не пустые слова. Но, увы, общество так вот выстроено у нас по образцу, по иерархии вот тёмной пирамиды со всеми признаками технологической цивилизации. Постарались интерференты, пока мы спали. Пока я спал, случилось это. Итак. Чтобы пришёл зрелый мужчина. Понимаете, когда очень честно смотришь на себя, в себя. И обнаруживая свои несовершенства, а их легко обнаружить опять же, что пространство тебе предлагает. Почему оно тебе это предлагает? Что оно тебе демонстрирует? Вот этим поступком этого, казалось бы, чужого человека. Или вот этого близкого человека. То есть вот осознать вообще, что во мне, какие магниты притягивают такие воздействия от пространства. И убрать эти магниты. Осознать и убрать. Убирая всё негативное, мы восстанавливаем свою целостность. Восстановив свою целостность, проработав свои ментальные блокировки, психоэмоциональные блокировки, мы обретаем ту степень свободы, которая позволяет нам, которая позволяет нам действительно уже встретить человека, который будет соответствовать мне новой. Потому что, вот, смотрите, когда я была молоденькая, мне встречались парни вот такие. И я, соответственно, делала выбор из того, что мне встречалось. Безусловно. Потому что тогда мне нужно было накопить некий опыт взаимодействия в этой сфере. И так далее. И так далее. Меняемся мы, меняется предложение от Вселенной. не может прийти такой раз, такой замечательный для того, чтобы подтаскивать нас до своего уровня. Ему-то это зачем? Поэтому всё это очень сложно. Вопросы взаимоотношений всегда намного более сложные, чем нам кажется на наш поверхностный взгляд ума. Итак, заговоры Степановой. Не первый раз встречаю. А там что? Для исцеления, для богатства, для успеха, продать квартиру. Что там? О чём? Для здоровья, наверное, что-то. Может быть, на богатство, что-то на удачу. Я не помню. Это было в школьные где-то годы, вот, окончание школы, где-то вот так. Мама там приводила эти книжки, она сама читала и нам давала. А маме это зачем было нужно? Полная семья, прекрасные девочки. Нет, ну, семья у нас, папа, помощь от папы никакой, у нас всё было нормально. Мама всё сама делала, всё сама делала. Не материальная поддержка, не психологическая, в общем-то, поэтому... Папа присутствовал и всё тут, да? Да, папа номинально присутствовал, папа требовал внимания, заботы со стороны мамы. Он даже сумку в командировку сам не мог собрать, всё мама делала. Настолк должна была поставить, он садился, она должна была поставить. Да, так тоже бывает и нередко. Родители в настоящее время оба живы? Живы. Живы, здоровы, всё хорошо вместе. Хорошо. Ну, конечно, не очень. Ещё, да, ещё в письме не написан возраст ваших девочек. Старшие 10, скоро 11, 2, 6. Понятно. Сейчас, секундочку. Они обе ещё в энергосфере в вашей. Обе. Всё. Хорошо. То есть, у вас в ходе сеанса больше возможностей помочь им? Если ваша проекция захочет. Я обычно настаиваю, сама мама, поэтому... детьми настроить вот это всё помочь, что я там наделала, намешала, напортила. Видите ли, когда речь идёт о взаимоотношениях, даже если это ваши дети, это взаимоотношения. Они меньше понимают. Понятно, вы взрослая, осознаёте свою ответственность, и поэтому начните с того, что... Просто скажите себе, что они громадные божественные души. И не факт, что их душа младше вашей. Может оказаться наоборот. Дети наши самые строгие, самые ответственные учителя лишают себя громадной доли опыта души. Те, кто предпочитают не родить себе ребёнка. Вообще не родить ребёнка. Лишают себя громадной доли земного опыта. Это их выбор. Каждый вправе выбирать. У вас два замечательных учителя. Понимаете, вам повезло значительно больше, чем многим другим. уже это само по себе счастье. И поскольку ваша вселенная, ваша реальность зависит от ваших выборов и от вашего настроения, настроение, чудесное слово, как вы себя настроите, так и будет звучать вселенная. Вы камертон вашей реальности. отсюда танцуем. Вы то солнышко, которое согревает свою вселенную. Когда вашим детям будет хорошо, тепло и приятно в вашей энергосфере. Когда вы будете без затемнений, без каких-то резких движений, без каких-то нарочных от ума придуманных манипуляций, просто светить своей любовью. Причем не в их адрес. О, сейчас напрягусь и как посвечу в адрес моей дочери. Нет, так не бывает. Для начала обогрейте себя, осознайте вашу ценность для вселенной. Опять меняем точку зрения и смотрим с точки зрения вселенной. А для вселенной вообще Оксана как? Насколько она ценна? А она ценна, безусловно. Неотъемлемая честь. Если для вселенной нет Оксаны, это колоссальный ущерб, который ощутит болью все мироздание. Каждая живая душа. Поэтому, как бы сказать, ваше присутствие, представьте на минутку, вашими глазами на этот мир смотрит первоисточник. Вот прочувствуйте это. Он смотрит в этот мир вашими глазами. Он проживает вместе с вами ваши опыты. Он сквозь вас транслирует свою любовь ко всем своим творениям. если вы позволяете делать это. Если вы позволяете себе быть проводником этой любви. Вы можете не позволить, воля ваша, и тогда любовь первоисточника проливаться в эту мирность сквозь вас не будет. Это то, что с нами со всеми происходило и происходит в этой мирности. Люди себя воспринимают я тело, я непрозрачный, я сам себе режиссер, все вокруг от меня отдельные, а если они отдельные, я зачем буду им светить? И сразу ум начинает ой, я ему посвятила, а ведь он же на меня такое зло затаил, и вообще он меня не любит, и вообще да не важно, что он, это все внешнее пространство, важно, что вы, вот что первичное, пространство отзывается на те импульсы, которые вы инициируете, поскольку первичный именно вы, то тот ответ, который дает вам пространство, понимаете, все наоборот, я же перевернутый мир, не пространство делает вызовы, оно отвечает, оно каждый раз отвечает на то, что содержится внутри вас. Соответственно, во взаимоотношениях с детьми вот ровно такая же позиция, есть я, я целостная, я проводник энергии первоисточника, я проводник его любви, с этой позиции, попробуйте, я не говорю о взаимодействии, так, быстренько встали, почистили зубы, а то в школу опоздаете, это другое, это наши матричные взаимодействия, никуда от этого не деться, мы, как мамы, вынуждены вписывать наших детей в социум, а социум какой, да какой есть, такой и есть, правильно, но ничто, да, но ничто не мешает нам параллельно в своих мыслях формировать иной социум, понимаете, мысль материальная и вытворец собственной реальности, ваши дети в вашей энергосфере, это значит, вы сотворяете эту реальность для троих сразу, почувствуйте себя вот этой волшебницей, вот этой богиней, потому что, опять же, если вы первичны, на ваши инициативы отвечает пространство, пользуйтесь этим, и это чудесно, что они в вашей энергосфере, это просто праздник какой-то, со взрослыми сложнее, с одной стороны, всегда хочется, ой, скорее бы уже родился ребенок, так устала, да, так спинка болит, а скорее бы родился, родился, ой, скорее бы встал на ножки, ой, скорее бы заговорил, ой, скорее бы в школу, ой, скорее бы вырос, ну, вырос бы уже и вырос. Ребенок никогда не перестанет быть ребенком, а взрослые заботы взрослых детей никогда не перестанут волновать маму, поэтому такова наша роль, но это я говорю не с сожалением, это я просто говорю о том, что меняются дети, соответственно, мы тоже должны успевать меняться, если мы вот закостенеем в роли я же мать, это повлечет за собой массу недоразумений, неприятностей и для всех, и для мамы, и для детей, это будет масса разочарований, конфликтов, нехорошо, мама, когда это необходимо, подруга, когда это необходимо, представайте перед детьми в разных ролях, удивляйте их, так вот, доверие это то, что важнее всего, утратив доверие своих детей, ничем его восполнить невозможно, ни дорогими подарками, ни желанием пожертвовать ялягу на алтарь всей твоей жизни, этого компенсировать нельзя, ничем, а доверие зиждется на любви, на безусловной любви к душам, которые вам доверились изначально, они пришли в эту мерность сквозь ваше тело, они востребовали вашу физическую, эфирную, астральную генетику, они востребовали именно ваш способ выращивания детей, понимаете, они самое свое, вот это беззащитный период пребывания на земле, доверили вам, это колоссальный кредит доверия, который, если подумать об этом, да, это внушает очень, страшно, вот этот кредит доверия не оправдается, вот, да, да, ну, тут опять же страшно, что вас боится не оправдать, вы громадная душа, вас любви больше, чем это возможно себе представить, ваш ум знает, какой надо быть мамой, ваша душа знает, какой надо быть Оксаной, получается, какой хочется, какой ты себя видишь, какой ты себя ощущаешь, вот не получается здесь, ну, может быть, это немножечко не то, может быть, не это нужно, может быть, нужно что-то другое, ну, как-то вот изменить подход к проблемам, изменить, я понимаю, что это суета, рутина изо дня в день, усталость, надо успевать и это, и это, и то, и накапливаются какие-то отрицательные потенциалы, они срываются, эти отрицательные, в виде отрицательных эмоций, они выплескиваются на тех, кто слабее нас, это делают программы, это делает не душа, это делаем мы неосознанно, и такие срывы, их просто нужно контролировать и осознавать, что я делаю, я что, раздражаюсь сейчас, я собираюсь закричать, а? Я осознаю, что я делаю, я понимаю, что я вот выхожу из себя, но я не могу это проконтролировать, я понимаю, что я делаю. Хорошо, задаем вопрос, когда я вышла из себя, кто во мне остался? кто во мне, вот в моменте, когда я вышла из себя, вот просто смотрим, я вышла из себя, кто во мне остался, кто во мне орет? Что-то не очень хорошее. Правильно, ну-ка, иди сюда, что-то нехорошее, как ты выглядишь? Почему ты здесь? С каких пор ты здесь? Кто тебе разрешил быть здесь? Вот до сих пор я жила так, с этого момента я решила запрет на твою жизнедеятельность в моей энергосфере, в аннигилятор, контракт есть, расторгаю в моменте возникновения. И так каждая негативная эмоция, каждая негативная программа, приходим в себя шаг за шагом, шаг за шагом, отлавливаем эти моменты. Кто нами руководит? Кто нас провоцирует? Мы же светлые, божественные, любвеобильные, чистейшие души. Какие программы нами руководят? Чему мы позволили сидеть внутри себя, еще и командовать нашими мыслями и действиями? Кто такие? Ну-ка. Этот сеанс, да, мы будем снимать, как говорится, максимум блокировок, все, что успеем, вот все. Но я вас уверяю, существует еще масса кармических узлов и контрактов. У каждого человека накопилось много. и дальнейшая работа, самостоятельная, осознанное проживание бытия, оно совершенно необходимо. Это не пустые слова. Вот я говорю и чувствую, насколько они звучат, замылено так, поэзотерически как-то звучат. Ну, как донести, какими еще словами это можно донести? Не очень взывается, я вот буду законсфектировать хочется, чтобы потом не забывать. Понимаете, нет предела совершенству. Мы как раз и приходим сюда, чтобы совершенствовать себя. А совершенствовать себя можно, только увидев, а что внутри нас? Ага, вот это годится, а вот это давно устарело, а вот это вообще не мое. И понимаете, произвести эту генеральную уборку, наконец, а то мы тащим кучу всякого мусора ментального, психоэмоциональных блоков, и вот эти вот тонны не дают нам расправить крылья и быть собой. Понимаете, мы погрязли в этой свалке мусора ментального. Вот где мы живем. Помойка. Взлетаем.